Сегодня, 9 марта 2016 года, я, Рахелия Меншикова, провожу интервью с Семеном Шкловским в городе Натания. Семен родился в 1923 году в Кременчуге, Полтавская область, Украина, в еврейском местечке. Войну он прошел с 1942 по 1948 года. Был ранен дважды, воевал на Первом Украинском фронте, воевал за освобождение Белоруссии, Западной Украины, Польши, Чехословакии, был ранен на германской территории, потом вернулся на фронт и в 1945 году был отправлен на Японский фронт. С 1945 по 1947 год был на Корейском фронте в Пхеньяне и демобилизировался в 1948 году. Семен, здравствуйте. Здравствуйте. Опишите мне, как выглядела Кременчуга, ваш город, в котором вы родились. Кременчуг был очень красивый городок и промышленный. Заводы были, вагонный завод, завод дорожных машин. Очень много было промышленных производств. А какая, опишите мне, какая жизнь была у людей, которые жили в этом году, про еврейскую жизнь в городе, что вы можете рассказать? Ну, в городе я пережил лично. Значит, наводнение. Вот. В 1931 году. В 1933 году голодовку. Большая голодовка была. Людей ели. Вот. Вот это все. Да, вот в 1933 году был страшный голод на Украине, который был, в общем-то, сделан советской властью. Что вы можете, что вы помните из этого периода? Что я помню? Я помню только то, что заманивали детей за одну конфетку, и этот ребенок уже не выходил оттуда, откуда его заманивали. Вот. Были случаи, что находили эти дома, и в подвалах было очень много детской одежи, которых умертвили и съели. Вы помните, что родители за вас волнуются и не дают вам выйти на улицу? Вам уже было тогда 10 лет. Они предупреждали меня, чтобы я ничего не брал у людей, никуда не ходил. Вот. Вы знали, почему был голод? Откуда я знаю? Был голод, большой голод был. Как это повлияло на отношения между соседями, людьми? Все равно жили дружно. Не было жиды, не было хохури. Все были одинаковые. Какую... Чем вы питались? Вы помните, как ваша семья выжила это? Голодали. Ели картофельные очистки. Пережили. А кроме картофельных очисток, что было еще? Покупали хлеб, муку, что подметали на мельнице с зучками, со всем. Был черный рынок в это время? Да, был. И люди, у которых были деньги? Продавали, продавали это мясо, оно человеческое было, фарш, все такое вот. На черном рынке? Ну, на рынке. А как-то потом этих людей ловили или нет? Кое-кого ловили, а кое-кого не ловили. Вот. Не всех ловили. Вы говорите, что вы ходили в еврейскую школу, да? Да. Вы пошли в 30-м году? Ну, когда мне было 7 лет, я пошел в еврейскую школу. Что вы помните? Мы, 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 мы все, вся наша мишпуха ходили в еврейскую школу. Вот. Наша родня, я имею в виду. Поэтому мать и меня отдала в еврейскую школу. А какие еврейские науки там изучали? Вы читали Тору? Нет. Это мы не изучали. Просто еврейский язык, грамотно писать. Один урок был у нас на украинском языке. Вот такой вот. В еврейской школе говорили на иидыш? А как же. А дома у вас? Дома у нас на русском. То есть вы знали русский с детства? А как же. Конечно, русский я знал с детства. И украинский я знал. Просто с улицы? Да. Потому что мы дружили все вместе. А когда вы говорили... И мы не разговаривали на украинском. Вот. На русском. То есть с украинцами вы говорили на русском? На русском. И они так же самым. Они тоже знали русский? Да, а как же. Это распространенный язык. Скажите, а вот опять же голод, который был начинен советской властью и вообще отношение украинцев к советской власти было очень недружелюбное. То есть они очень тяжело принимали советскую власть. Вы помните какие-то разговоры на эту тему? Нет, это я не помню. Но знаю, что западная Украина всегда была враждебная. А как это выражалось, вы не помните? Не знаю. Я знаю, когда мы освобождали западную Украину, мы стояли на западной Украине, там, в городе. Так бандеровцы бывало. Убивали наших солдат. И это самое, днем он стоит на поле, работает, а вечером он с автоматом. Бандеровец. Да. Это я помню хорошо. Очень много наших солдатов полегло там. А вы помните? Особенно они охотились на внутренние войска. А вы помните, был такой батальон смерти женщин, который был из Украина на западной Украине? Нет, я не слышал такое. То есть все вот эти вот враги советской армии, они обычно были бандеровцы? Кто? На западной Украине? Да, почти все. Я никак не напомню, в Славянск мы стояли на западной Украине и еще один город, недалеко от Львова. Как вы чувствовали, когда это происходило? Аж никак. Нет, но вы же с Украины в своем роде. Ну, самое обыкновенное, мы ничего не чувствовали. Вы могли бы лучше определить, кто бандеровец, кто нет во время дня? Ну, я же сказал вам, что днем он работает в поле, а вечером он с автоматом. И нельзя сказать по нему, кто он днем? Ну, конечно. Скажите, вы до этого рассказали мне стихотворение на идыш. Вы можете его повторить, который вы в школе в еврейской учили на 8 марта? На еврейском? Можете рассказать, о чем это? Ну, довольно мама клопотать, варить. Сегодня праздник 8 марта. Выходи с нами вместе. Сегодня праздник 8 марта. Скажите, а вот когда был голод, когда было тяжело, то все равно люди выходили на 1 мая, на 8 марта и были праздники? Это я не помню такого. Я еще был маленький. Маленький. Вы сказали, что вы проучились в еврейской школе 5 классов? 5 классов. Почему? Потом пошел работать. Потому что вас родители... Была тяжелая жизнь. Поэтому я пошел работать. Меня не было еще 16 лет. Вас родители заставили? Никто меня не заставлял. Я сам пошел. Много детей тогда оставило в школе после 5 классов? Это я не могу знать, сколько оставило. Но знаю, что наши друзья работали тоже там же, где и я. Куда вы пошли работать? В центральной... ЦРМ назывался. ЦРМ. Центральная ремонтная мастерская. ЦРМ. И там вы работали сколько лет? С лесором работал. Работал до самой войны. До начала войны. То есть, когда вы пошли работать в 16 лет... Да. Это был какой год? Это был 39 год? 9? Я раньше пошел. Пошел раньше, 39? Да. В 38-м? Да, так примерно. С 38-го года. Теперь в 39-м году начинается война в Польше. Это совсем рядом. В Польше, когда началась война, так мы получили этих самых беженцев. Краменчук с Польши. Как вы мне опишите, как это выглядело? Откуда они шли, как они выглядели? Самообыкновенно приехали, их приняли очень хорошо. Работали тоже там, где и я, в центральной ремонтной мастерской. То есть, они приехали и осели в Кременчуге? Да. Они не просто проходили... Не, 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 не. Они осели самобыкновенно. Вы знаете, они должны были принять советское гражданство, чтобы осесть или нет? Я не знаю, это я не знаю. Что они рассказывают? Вы помните? Не помню. Они приносили с собой вести об уничтожении евреев. Кто-то их слушал? Ну, они говорили, что немцы убивают евреев. И какая была реакция у ваших евреев в Кременчуге? Тогда я еще был очень молодой и не понимал, что это такое. Я принял все это самое спокойное. А когда началась война, так у нас в мастерской всех собрали. И был у нас Бойко один. И он зачитал, говорит, товарищи, началась война с немцами. Немец напал на нас. Ну, и начали организовывать ополченцев. Вот. В том числе и я пошел в ополчение. И мы воевали десантом. Немцы сбросили десант в Крукове. А Круков это был городишко на той стороне Днепра. Круков или Краков? Круков. В Кракове я был. В Кракове я был. Круков это еще город в Украине? Да. И в каком году немцы сбросили туда десант? В 41-м году. И вы туда, вас туда отправили или нет? Ну, мы все ополченцы с вагонового завода. Там миллион ополченцев было. И все они полегли там. Потому что одна винтовка на пять человек была. Это очень важно. Это очень важно мне. Была абсолютно... Не было никакой подготовки. Не было никакого оборудования. Никакой подготовки, никакого обучения не было. Поэтому там полегло очень много. А мост уже был взорван. Так, чтобы пришлось, кто мог, переплыть в Днепр. Вот. Я и еще один товарищ. Мы доплыли до Кременчуцка на берег, на левый берег Днепра. То есть это когда вы возвращаетесь? Да. А остальные, кто утонул, все такое вот. Что вы помните оттуда? Из Крукова? То есть вы там были, вы видели, вы видели смерть и то, что у солдат не было оборудования, не было одежды. Мы все были в гражданском. Ополченцы были в гражданском. Не были в военной форме. Окей. Но кто вас туда отправил? Как? Мы все из вагонного завода, и со всех заводов пошли туда. Добровольно или же вас собрали и отправили? Нас собрали. С каждого завода отдельно и шли на сторону Крукова. И вам нужно было громить немцев? Ну, война с немцами. А десант был вооружен с автоматами и с пулеметами. А у нас одна винтовочка на пять человек была. И как вы это помните? Вы идете в гражданском с каким-то, у вас были там друзья? Мы все были одинаковые. Все одинаковые. Воевали. Когда вы там очутились, и вы поняли, что враг намного сильнее в плане оборудования? Я понял, что мы, мои товарищи, лягли уже, мертвые, убитые. Так мы, пацаны, текали. Что вы тогда? Тогда вы испугались? Первый раз? Что? Тогда первый раз вы испугались? Это первый раз, что вы видите смерть своих товарищей? Мы не пугались, а просто отступили, текали, и все. Кто мог, тот переплыл в Днепр. А кто не мог, пошли на дно. Как, почему вы успели переплыть? Я был молодой, я был молодой, здоровый, и в мирное время мне приходилось переплывать в Днепр на Зеленый остров. Вы хорошо плавали? Да. И вы были в хорошей физической форме? Я был физически здоров. Когда вы туда поехали, то вы успели попрощаться с родителями или нет? Не, я не успел. Вы сказали мне до этого, что ваш папа был тоже на фронте. Когда его забрали? Его забрали в 41 году. Как только началась война? Да. И что произошло с ним дальше? Ну, он попал на Сталинградском фронте. Там он погиб. Вы знаете что-то о том, как он погиб? Ничего я не знаю. Абсолютно. Вы получали от него письма во время войны? Нет. До этого? Нет. Он не слал писем? Он же пошел в 41-м. Он же не служил до этого. Но с 41-го по 42-й год вы ничего о нем не слышали? Нет. Какие были отношения у ваших родителей? Они любили? Самое... конечно. Конечно. Как мама пережила это? Ну как? Самое обыкновенное. Война. Как люди переживали? По-разному? По-разному. Получали извещение о смерти. Я знаю, за меня мама сильно переживала. Вы ей писали с фронта? Я ей писал. Она получала. У меня даже после войны у мамы сохранилось одно письмо. Вот. После этого происшествия на Крукове, вы возвращаетесь в Кременчуг. Да. И какие еще события до 42-го года, пока вы начинаете, пока вы присоединились к Красной Армии? Я не понял. Вот с 41-го года вы присоединились к Красной Армии в 42-м году, вы сказали, когда вам было 18 лет. Да. В этот период, до того, как вы присоединились к армии, были какие-то... ведь немец вошел в Украину. Что еще там происходило? Какие? Эвакуировались. А, вы эвакуировались? Да. В каком месяце? Я не могу сказать месяц. Эвакуировались. Вот. Поехали в Казахстан. Вы были в Казахстане? Да. Эвакуированы. Было много евреев, которые не согласились эвакуироваться. У вас были родственники, которые не хотели эвакуироваться? Не было. Все выехали. Все мы выехали вместе. И бабушки, и дедушки. Тогда уже не было бабушек и дедушек. У живых. Они умерли своей смертью? Да. То есть, от немцев, как евреи, ваша семья не пострадала, потому что все были эвакуированы? Как не пострадала? Отец погиб? Нет, нет. Я имею в виду, когда немцы входили в территорию и расстреливали евреев. А наша машина уже выехала. А после войны вы узнали, что произошло на Украине? После войны? Ну, разрывка. Нет, нет. Когда вы узнали о том, что немцы делали с евреями на Украине? Во время войны я знал. Откуда? Все говорили, что немцы уничтожают.